Вот я за диалог. Вот так и никак по-другому. Поэтому надо друг друга слушать. Нужно быть в диалоге. Для нас самое главное сейчас услышать вашу позицию. Мы абсолютно открыты, готовы к диалогу. Мы расстроены в больницу. Мы приехали в автоматику. Пойдемте. Утверждали, что они откроют в октябре. Я сегодня сходила, видео там сняла. Там работа идет полным ходом. Там у них черновые работы. Наказание помощи для пациентов должно быть, я считаю, три основных принципа. Оно должно становиться доступным, качественным и приводить к удовлетворению людей. Потому что наша основная задача, еще раз вам хочу сказать, это ваше здоровье и удовлетворенность в качестве медицинских услуг. Полностью согласна. Все остальное, это знаете, там от лука. В сегодняшний момент пациенты высказывают озабоченность именно тем, что в Слободском по состоянию на сегодняшний день аппаратов 14. Павлом Валерьевичем было направлено обращение в адрес министерства здравоохранения. Получен ответ, в котором содержится информация о том, что после ремонта будет всего лишь пять аппаратов. Миколик, давайте так, прозвучал вопрос, ответьте, сколько будет аппаратов? Аппаратов будет столько, сколько нужно. Сон разумом рождает монстр. Отсутствие информации порождает желание с этим поспорить. Но эта информация просована именно на письменных ответах. Вот послушайте еще раз, давайте так. Пять аппаратов это официальная позиция Минздрава. Я не знаю, какой официальной позиции. Я при вас сейчас говорю. Для нас самое главное сейчас услышать вашу позицию. Поэтому сейчас вам слово. А дальше это не решится в один день. Это не так, что кто-то вообще отказывает кому-то в помощь. Ведь это же не так. Сейчас, пожалуйста, коллега, давайте, рассказываем. Слушаем вашу точку. Продолжение следует...